Овертайм продолжает подводить итоги клубного сезона. Сегодня очередь отчитаться подошла к Шахтеру и Неману. Начнем с олигарчан, чей бронзовый финиш обернулся кадровыми последствиями. Отблеск бронзовых медалей абсолютно не гармонирует с амбициями и возможностями Шахтера. Клуб, имеющий в патронах серьезного учредителя-спонсора и, как следствие, относительную финансовую стабильность, обязан добиваться большего, чем третье место в чемпионате только трех синих команд. Таковым, по сути, он являлся в уходящем сезоне. Кроты неровно отыграли регулярку, а в полуфинале плей-офф пусть и достойно сражались, но все же проиграли Неману. Оценка команды удовлетворительна. Хотелось бы лучше и могли лучше. Ставилась задача выход в финал. К сожалению, это не получилось, хотя серия была хорошая в полуфинале с Гродно и с 7 матчей. По-моему, это первый раз в такой чемпионате Беларуси, когда в полуфинале сыграно столько матчей. Ребята играли хорошо, не всегда ровно, но старались, боролись. К сожалению, Неман оказался сильнее. Состав, который удалось собрать с олигарчаном прошлым летом, по мнению Юрия Будько, был способен решать задачу по выходу в финал. Здесь стоит согласиться, по подбору исполнителей шахтер, если уступал, то незначительно юности и был равен Неману. По подбору игроков я считаю довольно сильно. По работе игроков, да, были спады, были какие-то моменты, когда не все работали, равномерно была работа. Но по желанию, по физическим, по психологическим возможностям команда могла лучше. Я думаю, что были готовы и могли. Назначение же на должность главного тренера молодого специалиста Дмитрия Шульги еще тогда в межсезонье виделось делом рискованным. В итоге ставка не сыграла, хотя вешать всех собак на наставника вряд ли стоит. Лично для него бронза в первый год работы в экстралиге – достижение. Но для клуба этого недостаточно. Мы хотели в первую очередь, чтобы был главный тренер наш, из Солигорска, который поработал, дать шанс именно Дмитрию Викторовичу. Не искать другого на стороне, а именно Дмитрию Викторовичу дать шанс. Из системы. Да, из системы. У него, на мой взгляд, недостаточно опыта работы с основной командой экстралиги. Ранее работал с фармклубом, то есть с хоккеистами более младшего возраста. Там был один подход. Здесь ко взрослым хоккеистам, которые уже чего-то достигли, где-то не хватило, наверное, психологической совместимости. Он отработал достойно сезон. Просто надо идти дальше, а чтобы идти дальше, нужно что-то, наверное, поменять. За 10 участий в чемпионатах Беларуси шахтер лишь однажды завоевал золото. Это крайне мало. За это же время, например, Юнусе чемпионилось 5 раз. А Неман 4-жды брал Кубок Президента. Согласны, что это мало. Поэтому мы хотим быть дальше. Тем более, что условия создаются довольно неплохие. То есть экипировка, лед, условия, проживание, питание – все на хорошем уровне. Генеральный спонсор ставит задачу первое место. Ну, других задач у нас нет. Высокие цели требовали кардинальных мер. Поэтому было принято решение о смене главного тренера. В числе фаворитов на должность фигурировали совсем иные фамилии. А кандидатура победителя тренерского кастинга возникла внезапно. Итак, вместо Дмитрия Шульги команду возглавит Юрий Файков. Любопытно, что они противостояли друг другу в недавней серии за третье место. И Шульга выиграл ту дуэль. На льду. Однако в кабинетах рассудили иначе. После поражения от Гродна возникли мысли, что надо что-то все-таки для достижения цели, надо что-то менять. У нас были еще кандидатуры, мы обсуждали, но на уровне с другими кандидатурами главный тренер, то есть Дмитрий Викторович Шульга, имел равные возможности, равные права. Не было такого, что обязательно его поменять. Мы думали некоторое время, перебирали, разговаривали, общались. Мы пришли к тому, к чему пришли. В тренерский штаб войдут Андрей Михалев и Леонид Фатиков, которые работали вместе с Шульгой, а также Ярослав Чуприс, ассистировавший Файкову в Молодечно. Чуприс возвращается в Солигорск спустя два года. Здесь он как игрок провел много сезонов, был капитаном. Сегодняшний день эта информация правильная. Файков с Чуприсом, я вчера разговаривал, предложил Чупрису прийти в клуб. Михалев дал согласие, Фатиков дал согласие. Когда несколько лет назад Ярослав уходил из команды и очень переживал, когда расставались мы, он заканчивал спортивную карьеру. У нас, к сожалению, не было здесь места для него. Но я ему сказал, что Ярослав, не волнуйся, земля круглая, будет время, ты к нам вернешься. Вчера мы с ним это обсуждали, он к нам возвращается. Формирование состава на будущий сезон – прерогатива главкома. Правда, одно пожелание директор новому рулевому высказал. И оно касается местных ребят. Моя просьба к Юрию Александровичу Файкову, чтобы при равных условиях были уже солигорские воспитанники солигорской школы хоккея. Неважно, где они родились, в солигорской, там, или как Ситюк, там, в Березе, в Бресте, но они прошли через нашу школу. То есть мы стремимся к тому, чтобы школа работала для фарма, фарм работала для команды экстралиги. И была преемственность. В межсезонье еще не успело начаться, а уже приносят интересные кадровые вести. Это хорошо, что команды хотят улучшаться. Лечим это обернется, мы узнаем только в следующем хоккейном году.